Борьба с терроризмом остается одним из основных направлений работы Шанхайской организации сотрудничества. ШОС не может безучастно относиться к заявлениям группировки «Исламское государство» о намерении открыть второй фронт в Центральной Азии. Мнение экспертов о возможных путях антитеррористического сотрудничества в репортаже наших московских корреспондентов. Среди прочих участники двухдневного заседания Совета главправитель ШОС Джинчжоу будут обсуждать и совместные усилия, необходимые для борьбы с угрозой ИГИЛ в регионе. Россия призывает членов Шанхайской организации сотрудничества Китай, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан действовать единым фронтом. «Цель дающая является не только создание всемирного халепота, не только на Ближнем Востоке, на Кавказе или на Балканах, а во всем мире. В том числе и на странах, это будет распространяться на странах Центральной Азии, в том числе и на Китае». Правительство государств членов ШОС уже принимают меры для борьбы с исламским государством. Ведущая роль у Москвы. С начала военной кампании в Сирии в сентябре российские ВВС уже совершили более 4 тысяч боевых вылетов. «Если бы не Китай и Россия, то в Сирии исламское государство, к сожалению, уже давным-давно бы победило. Мы должны понимать, что без широкой международной коалиции именно не декларативного характера, в отличие от того, что сейчас делают Соединенные Штаты, мы видим, что они давным-давно бомбят Сирию. Но результатов от этих бомбежек сейчас меньше, чем за несколько дней операции ВВС РФ. Если бы не консолидированы действия России и Китая, и этого бы уже не было, мы бы имели Сирию уже полностью в огне. И сейчас бы борьба уже развивалась как раз-таки в Центрально-Азиатском регионе». По оценкам экспертов, актуальность борьбы с исламским государством членов ШОС будет возрастать. Особенно с учетом того, что уже несколько тысяч граждан из этих стран влились в ряды разномастных террористических структур. По некоторым данным, на стороне ИГИЛ сражаются около 7 тысяч бойцов из России и стран СНГ. Опыт и знания, полученные в Сирию, впоследствии они могут использовать на родине. Татьяна Климова, СИСИТВ